Стало известно, почему бывшая заместитель министра обороны Сергея Шойгу, Татьяна Шевцова, избежала ареста. Новый министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что Шевцова согласилась сотрудничать со следствием и дала подробные показания на Шойгу. Раскрыты схемы вывода средств за рубеж и ущерб в размере 11 триллионов рублей, составляющий треть бюджета страны. 54-летняя Татьяна Шевцова была отстранена от должности 17 июня по указу президента. Этот шаг был предсказуем, учитывая решимость нового министра обороны Андрея Белоусова навести порядок в ведомстве. Когда Белоусов узнал, что Шевцова уже долгое время наслаждалась жизнью на Лазурном берегу, он был в шоке. Когда мне сообщили, что Татьяна Шевцова фактически отдыхает на Лазурном берегу, я был поражен. В то время, когда нашему ведомству требуется максимальная сосредоточенность и контроль, такие действия недопустимы, заявил Белоусов. Арест друга и коллеги Шевцовой, Тимура Иванова, стал катализатором ее сотрудничества со следствием. Шевцова, боясь, что Иванов сдаст ее, провела множество бессонных ночей в страхе за свое будущее. Говорили, что Иванов уже сотрудничает со следствием, и Шевцова понимала, что ее будущее под угрозой. Ситуация с Ивановым заставила Шевцову пересмотреть свои действия. Боязнь быть выданной подельникам толкнула ее на сотрудничество. Она понимала, что ее ждет арест, если не начнет говорить, отметил Белоусов. Как сообщил Белоусов, Шевцова сама обратилась в следственные органы и дала показания, как это было ранее с Анатолием Сердюковым. Напомним, что Шевцова несколько лет назад дала показания на своего начальника министра обороны Сердюкова и тогда тоже осталась нетронутой следственными органами. Шевцова предоставила следствию детальные сведения о коррупционных схемах, используемых для вывода средств за рубеж. Основная схема включала использование подставных компаний и эффективных контрактов на поставку вооружения и оборудования. Средства переводились на счета зарубежных фирм, после чего отмывались через несколько этапов финансовых операций. Шевцова дала показания на Тимура Иванова и его подельников, раскрыла подробности о масштабных схемах по выводу средств за рубеж. Она описала, как деньги переводились через подставные компании и эффективные контракты. Эти операции были тщательно замаскированы, что затрудняло их отслеживание, сообщил Белоусов. Для вывода средств использовались сложные финансовые схемы, включающие множество подставных лиц и компаний. Средства переводились через несколько банковских счетов, расположенных в офшорных зонах. Эти операции маскировались под легальные финансовые транзакции, что затрудняло их отслеживание. Шевцова раскрыла, что использовались сложные схемы, включающие офшорные зоны и подставных лиц. Деньги переводились через множество счетов, что затрудняло их отслеживание. Это была тщательно продуманная схема по выводу огромных средств за границу, добавил Белоусов. Кроме того, были использованы счета в иностранных банках, где деньги легализовывались через покупку недвижимости, предметов роскоши и других активов. Многие из этих активов были зарегистрированы на подставных лиц, что позволяло скрывать истинных владельцев. В ходе аудита, проведенного Андреем Белоусовым, выяснилось, что ущерб от этих схем составил 11 триллионов рублей. Это составляет треть бюджета страны и представляет собой огромную потери для экономики. Результаты аудита ошеломили. Выяснилось, что ущерб от коррупционных схем составляет 11 триллионов рублей. Это треть бюджета страны, огромные средства, которые могли бы пойти на нужды государства, отметил Белоусов. Аудит также выявил множество недостатков в работе Минобороны. В частности, был отмечен острый дефицит разведывательных спутников оптической разведки, что значительно ослабляло возможности страны в области военной разведки. Андрей Белоусов раскрыл шокирующие подробности масштабного воровства в Минобороны, которое привело к многолетнему отсутствию новейшего оружия. Белоусов обвинил своего предшественника Сергея Шойгу в создании иллюзий прогресса, тогда как на самом деле деньги разворовывались, а также рассказал о схемах кражи средств у мобилизованных. После вступления в должность нового министра обороны Андрея Белоусова, в ведомстве началась масштабная ревизия, результаты которой шокировали не только общественность, но и самого Белоусова. Он заявил, что при руководстве Сергея Шойгу в Минобороны процветало систематическое воровство, что стало причиной многолетнего отсутствия новейшего оружия в армии. Многие годы нам рассказывали о грандиозных успехах и достижениях, но на деле это была лишь пыль, которую бросали в глаза. Новейшее оружие просто не производилось. Деньги, выделенные на оборону, исчезали в карманах коррупционеров, заявил Белоусов на пресс-конференции. При Шойгу регулярно поступали отчеты о новых разработках и успешных испытаниях современного вооружения. Однако, как выяснилось, многие из этих отчетов были фальсифицированы, а деньги, выделенные на производство, уходили на личные нужды высокопоставленных чиновников. «Ситуация хуже, чем мы могли представить. Множество заявленных разработок просто не существовало. Средства уходили на фиктивные контракты и подставные фирмы», отметил Белоусов. Одним из ярких примеров стало отсутствие производства современных танков и систем вооружения. «Девяносто», который должен был стать основным боевым танком России, не оснащен системой защиты «Арена». Также отсутствует серийное производство беспилотников «Ланцет» и артиллерийских систем «Краснополь». Мы обнаружили, что производство «Девяносто» практически не велось. Средства, выделенные на оснащение танков системой защиты, исчезли. «Мы не можем позволить себе такие пробелы в обороноспособности страны», – подчеркнул Белоусов. Однако наиболее шокирующей частью расследования стало обнаружение схем воровства средств, выделенных на мобилизованных. Белоусов не мог поверить, что даже на тех, кто отправлялся защищать страну, успели нажиться коррупционеры. «То, что я узнал о схемах воровства средств у мобилизованных, просто поражает. Люди, которые должны были получать помощь и поддержку, становились жертвами алчных чиновников», – сказал Белоусов. Расследование показало, что средства, предназначенные для обеспечения мобилизованных всем необходимым, также уходили на фиктивные контракты и подставные фирмы. Вместо закупки качественной экипировки и снаряжения, деньги уходили на счета подставных компаний, зарегистрированных на родственников и друзей чиновников. Ситуация с мобилизованными просто вопиющая. Средства, которые должны были пойти на закупку экипировки, питания и медицинского обеспечения, исчезали в карманах мошенников. Люди шли в бой без должной подготовки и оснащения, отметил Белоусов. Одной из схем, раскрытых в ходе расследования, была поддельная закупка экипировки и снаряжения для мобилизованных. Деньги переводились на счета фиктивных фирм, которые якобы должны были поставлять необходимое оборудование. Однако вместо реальных поставок, на бумаге все было оформлено идеально, а деньги исчезали. Мы обнаружили множество фиктивных контрактов. Средства переводились на счета фирм, которые не существовали. Эти компании якобы поставляли оборудование, но на деле ничего не происходило, сообщил Белоусов. Президент Владимир Путин также выразил свою поддержку Белоусову и дал указание продолжить расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений государственной политики. Президент поддержал наши действия. Он дал указание продолжить расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Борьба с коррупцией наш приоритет, добавил Белоусов. Выступление Андрея Белоусова и его решимость бороться с коррупцией дают надежду на то, что в будущем таких случаев станет меньше, а виновные понесут заслуженное наказание. Борьба с коррупцией требует не только решимости, но и поддержки со стороны общества и власти, чтобы создать условия для прозрачной и честной работы всех государственных структур. Мы не остановимся на этом. Борьба с коррупцией требует решимости и поддержки общества. Мы создадим условия для прозрачной и честной работы всех государственных структур, заключил Белоусов. Раскрытие масштабных хищений в Минобороны России стало шокирующим и важным событием для всей страны. Выяснилось, что средства, предназначенные для обороны и поддержки мобилизованных, систематически разворовывались, что подрывало обороноспособность страны. Благодаря усилиям нового министра обороны Андрея Белоусова, эти преступления стали известны общественности и теперь виновные будут привлечены к ответственности. Этот случай стал примером того, как важно бороться с коррупцией на всех уровнях власти и обеспечивать прозрачность и подотчетность всех государственных структур. Только так можно гарантировать, что средства налогоплательщиков будут использоваться по назначению, а безопасность страны будет под надежной защитой. Сотрудничество Татьяны Шевцовой со следствием позволило раскрыть масштабные коррупционные схемы и выявить огромные потери бюджета. Это стало важным шагом в борьбе с коррупцией в Минобороны и укреплении безопасности страны. Выступление Андрея Белоусова и его решимость бороться с коррупцией дают надежду на то, что в будущем таких случаев станет меньше, а виновные понесут заслуженное наказание. Борьба с коррупцией требует не только решимости, но и поддержки со стороны общества и власти, чтобы создать условия для прозрачной и честной работы всех государственных структур. Мы не остановимся на этом. Борьба с коррупцией требует решимости и поддержки общества. Мы создадим условия для прозрачной и честной работы всех государственных структур, заключил Белоусов.